Девушки отдыхают Они в выезде, начались массовые протесты Сейчас насильники, а теперь получается, что и убийцы за решеткой Дмитрий Кайстро продолжит Какое состояние? Пробую, что я не могу Пора живу и выжить Это последние прижизненные кадры Оксаны Макар, снятые ее матерью на камеру мобильного телефона в Донецком ожоговом центре Три недели за жизнь девушки боролись лучшие врачи клиники Родные до последнего дня надеялись на лучшее Они просто ответят Я не буду говорить, что я какой-то самосуд буду старать Я не имею права, я жизнь не давала В отличие от некоторых, которые смогли ее забрать Врачи сделали невозможное Но травмы Оксаны изначально были практически несовместимы с жизнью Десять часов полузадушенная девушка лежала на морозе И дышала продуктами горения на заброшенной Николаевской стройке Врачам пришлось ампутировать Оксане правую руку Удалить омертвевшие ткани Девушка обгорела буквально до костей, больше половины всего кожного покрова От огня пострадали даже внутренние органы За последние дни врачи провели несколько операций В том числе пластику тазобедренного сустава Три раза медики подключали дефибриллятор Делали массаж сердца, но спасти Оксану Макар не удалось Факт удушения, факт переохлаждения На фоне усугубляющегося сепсиса Наступило легочное кровотечение и остановка сердца Это преступление в украинском Николаеве потрясло весь мир 8 марта Оксана Макар отмечала с друзьями праздник в одном из местных кафе Там же познакомилась с двумя молодыми людьми Ухажеры пригласили девушку в гости к своему приятелю Где поочередно надругались над ней Потом, когда потерпевшая пригрозила заявление в милицию Решили ее убить Она даже орала, руками махала Я ее изнасиловал Потом она не успокоилась Решил задавить Жуткие подробности казни один из трех подозреваемых Рассказал на допросе недрогнувшим голосом Как выбирали место на заброшенной стройплощадке Чтобы избавиться от тела И как обнаружив, что девушка все еще жива Стали душить ее снова Я взял шнур Белый капель какой-то был на боку Я решил уже довести до конца то, что начал Тело завернули в простыню Перенесли на стройплощадку Потом обнаженную девушку бросили в яму с мусором Облили бензином и подожгли Но Оксана еще находилась в сознании Звала на помощь Утром ее обнаружили случайные прохожие Там страшный ужас Там изнасилована голая В копоте Молодая девушка Которая в сознании В милиции дело сначала пытались спустить на тормозах Двух подозреваемых отпустили Начавшиеся акции протестов заставили следствие активизироваться По делу об изнасиловании Оксаны Макар Проходят трое молодых людей Одного из которых называют сыном экс-главы Еланецкой администрации Другого сыном бывшего прокурора Одного из районов Николаева Ранее было возбуждено уголовное дело По статье изнасилования и сокрытия преступления Относительно трех лиц И отдельно против одного из них Было возбуждено дело по статье 115 Попытка убийства Но в связи со смертью потерпевшей Эта 115 статья будет инкриминирована Всем троим Теперь против каждого возбуждено Уголовное дело Умышлено убийство С отягчающими обстоятельствами Это самое тяжкое обвинение В преступлении в Уголовном кодексе Украины Обвиняемым по нему Грозит высшая мера наказания Пожизненное заключение Дмитрий Кайстро, Вести Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok